Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмилева сегодня говорим об изменах. И раскрыть эту тему я пригласила психолога-сексолога Ирину Макину. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Вот для кого-то, если даже мужчина просто посмотрел и улыбнулся другой женщине, это уже равняется измена. Для кого-то, даже когда у мужчины появляется вторая семья и там дети, и то всего лишь повод для того, чтобы переживать, а потом жить дальше с этим же самым мужчиной. Что же всё-таки является, какие есть определения, что такое измена и как с этим жить? Давайте мы сегодня об этом поговорим. Наверное, сначала раскроем трактовку, да? Наверное, да. Трактовок на сегодняшний день существует достаточно большого количества. Каждый понимает, опять же, под измену, как вы правильно заметили, своё что-то. Это и нарушение супружеской верности, это какое-то нарушение клятвы договорённостей. Может быть, это половой акт на добровольной основе не со своим партнёром. Для кого-то измена — это предательство и серьёзное предательство. Для других людей это может быть тяжкий грех, особенно религиозных таких верующих людей. Кто-то считает измену, не понимая сам того, не понимая, как таково побегать самого себя. То есть не понимает свои потребности, не понимает своих каких-то желаний внутренних. Почему он это делает? То есть это неосознанно бывает достаточно часто измены. И важно вот этот момент для себя прояснить. Вроде, казалось бы, и жена умница-красавица, и дом полная чаша, дети. Вот его прям всё устраивает, мужчины и женщины такие есть. То есть они понимают, они не могут понять, что же их толкает на это, какого чёрта мне надо, они потом сами признаются. Этот момент такой бывает. Да, ещё там, что связано с чем? Что крушение каких-то иллюзий, падение вот этих розовых очков. Да, вот. И опять же, измена может быть как способ изменения самого себя. Так. И с биологической точки зрения, измена может быть каким-то таким эволюционным шагом в развитии отношений. Вот, кстати, про эту теорию я тоже читала, да. Да. И некоторые прикрываются этим, да? Бывает, да. Да, но и прикрываются, но в каждой же семье происходят те или иные кризисы какие-то определённые, да. И чтобы перейти на какой-то новый уровень отношений, либо, допустим, расстаться паре, вот как измена, как один из вариантов. Ну, вот, например, совсем недавно читала литературу на эту тему, и успокаивает, что измена – это от слова изменения, да. То есть в любом случае, если такое произошло у человека в жизни или в семейной системе, то какие-то изменения обязательно произойдут. И это для кого-то может быть выходом, да, на ступеньку выше, как развитие самого себя, а для кого-то это может быть глубокой психологической травмой на всю жизнь. И мы сегодня, наверное, тоже об этом поговорим, что человеку, которому изменили, для него это болезненно, для него это всегда бывает катастрофично, да. Да, но кто-то с этой болью может прожить всю жизнь, а кто-то, её проанализировав, может просто действительно меняться как личность и, отпуская страхи, жить дальше. Ну да, в нашей культуре, например, ещё не так принято, порой бывает, да, с этой темой куда-то выходить. И это, правда, серьёзная психотравма для человека, и так или иначе все по-разному приходят к тому, как решить этот вопрос. Причём психотравма не только для женщин, но и для мужчины. Для мужчины, безусловно, да, то есть у нас и все три стороны бывают, как правило, испытывают серьёзные сложности, да, в своих, как это назвать, правильно, вот, то есть всех, это касается всех на самом деле, и страдают всегда трое, все участники. Если бы это только три стороны, а тут, как правило, ещё бывают дети, родственники, даже друзья подключаются, то есть к этой теме, и на самом деле достаточно большого количества людей. Давайте поговорим о причинах. Точнее, сначала, наверное, начнём, да, с причин, а потом уже про классификацию. Угу. Причин измен бывает несколько, и тут самое важное понимать, опять же, проговорить, ну, это потом, наверное, скажем, да, на самом деле, да, это и семейные какие-то устои, есть семьи, где это прямо с поколения в поколение передаётся, да, и это нормально считаться, скажем так, для них это, ну, не столько нормально, сколько вот как само собой разумеющееся, да. И, следовательно, мы сразу же по профилактике, да, когда вы выбираете себе партнёра, да, посмотрите, что там в семье было, там, у бабушки, у дедушки, у мамы, у папы, да. Хотелось бы, да, чтобы смотрели, да. Сейчас выводим такую осознанную, вызываем причину, попробуем, да, найти профилактические какие-то компоненты. Ну, желательно, конечно, об этом проговаривать, действительно, и проговаривать это, наверное, и с детства, потому что многим ведь из нас, с многими из нас не разговаривали на эти темы, и даже если кто-то это и видел, и знал, выводы всё равно не делают, как правило, да, то есть потом это факт причины измен могут быть воспитание, да, среда, социум, культура, окружение наше. То есть принято же в нашей культуре, что вот мужчина почему-то вдруг что изменяет, да, и это нормально, я мужик, мне можно, да, вот, а женщина, если ты мудрая, то закрошь глаза на многие вещи, и, собственно говоря, всё хорошо. Это, опять же, один из факторов, причин таких, да, моментов. Кроме того, это литературные идеалы, на какой литературе мы воспитывались, какие герои были для нас, являлись примером для подражания или наоборот. Да, это может быть какие-то кинофильмы, которые смотрели мы в детстве. У меня, например, была история, когда клиент пришёл и говорит, что жена изменила, он говорит, ну почему раньше, если женщина изменяла, то она ложилась под поезд, почему сейчас они изменяют, ещё улыбаются после этого всего, да, ещё поправляют юбочку и говорят, ну всё, адьё. Это могут быть какие-то факторы причины измен, например, по поводу того, что, а какое у меня решение по поводу самого факта измены в отношении себя, мнения в отношении себя. То есть кто-то говорит, что я никогда не допущу измену в своей семье, кто-то говорит о том, что если измена случится, то никогда её не прощу, да, и опять же, мы должны понимать, откуда мы берём это, это наши какие-то решения личные, да, либо это какие-то решения, опять же, фоновые идут из семьи, из окружения какого-то, мы понимаем. Вот это какие-то наши ценности. То есть это здесь уже про осознанный выбор, потому что на самом деле осознанная личность, зрелая личность не изменяет, не идёт на измены, потому что они понимают последствия этого, да, и они чётко осознают, для чего они, допустим, это даже могут сделать. Вот это бывают, как правило, какие-то разовые истории, да, и они чётко знают, для чего идут. Вот, и про осознанный выбор, про какие-то свои ценности, то есть мы должны проговорить с партнёром, да, то есть когда, например, предлагают вот условия, например, да, я всегда говорю, а вы, ну мало кто соблюдает эти условия, да, вопреки, то есть я могу говорить всё, что угодно, я могу какие угодно ставить условия, но если у человека это в его голове, в его сознании этого нет, то, собственно говоря, даже несмотря на то, что вот мужчина, например, или женщина с сильной половой конституцией, и они часто, допустим, бывают по роду своей деятельности в командировках, это вовсе не повод для того, чтобы изменять, да, для них это не повод, совершенно не является каким-то причиной для измен. Если человек уже для себя решил, если он является зрелой личностью, да? Да, 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 вот, незрелые, инфантильные люди, они, как правило, замалчивают что-то в себе, если им что-то в отношениях не нравится, они не говорят об этом, они свои какие-то внутренние диалоги ведут, вот, сами себя могут накрутить и прочее, но, собственно говоря, вместо того, чтобы о своих потребностях каких-то, да, проговорить свои потребности, проговорить свои желания, что я хочу в этих отношениях, что я хотел бы видеть в отношениях, и что я могу сам дать этим отношениям, ну, и желательно, конечно, это всё проговаривать, вот, и какой-то это может быть опыт, да, наш личный опыт, то есть получили, попробовали, посмотрели, не понравилось, например, да, опыт наших близких может быть ярким таким моментом, который, наоборот, таки, ну, скажем так, не допустит вот этих появлений, событий в жизни. С точки зрения профилактики, так как мы про причины всегда говорим, да, тут же как-то равняется профилактика. Вот, например, детям нельзя, говорят, спать в постели, да, с родителями очень долгое время, это тоже является, расскажите нам эту историю. Да, в общем-то, есть такой момент, да, теория такая, что дети, ну, вот, максимум до трёх лет, у нас же часто бывает, ребёнок рождается, да, и мы его стараемся, допустим, в постель к себе переложить, мужа мы отделяем, да, на другую кровать, иногда в другую комнату, и это очень быстро переходит в привычку. И эта привычка закрепляется, и, собственно говоря, как вернуть обратное, это всё становится, люди уже не знают. Мало того, что мужчина себя чувствует уже, да, ненужным, да, каким-то ненужным, а ребёнок чувствует себя важным и главным в этот момент. И вот эта причина является, а ещё бывает, ну, когда втроём прям спят долгое время, и это впоследствии может как раз-таки служить таким отношением в любовных треугольниках. То есть мы тем самым воспитываем, да, в ребёнке уже ощущение того, что втроём в постели это, да, на подсознательном уровне, и он сам того потом не понимая, происходят вот такие истории, и это, как правило, вот идёт из детства опять же история, да. Ну и, как я уже сказала, да, нужно проговаривать, важно проговорить, что для меня является изменой, потому что многие, вот, камнем преткновения в таких ситуациях случаются как раз-таки замалчивания, да. Кто-то считает уже изменой, да, флирт, заигрывание какие-то, улыбки, объятия, например, мы попали в какую-то ситуацию, где большое количество людей, да, и для меня, например, это нормально, как само собой разумеюще, встретить знакомого человека, обнять его и поцеловать. А для моего партнёра, может быть, это очень болезненно. Да, и есть такой момент ещё сейчас, в настоящее время, это вот лайки и комментарии, да, под постами для кого-то являются серьёзной угрозой для отношений. Вот, если, опять же, это не проговорить, не сказать, то, ну, потом это... Может вылиться в трагедию для семьи. Да, может вылиться, да, мы об этом не говорим, а партнёр не догадывается, читать мысли мы друг друга не умеем. Вот, это как один из профилактических таких моментов. Но ещё, когда мы проговариваем, ещё на берегу, не отчалив семейную жизнь, вот, да, все те важные компоненты семейной жизни в будущем, то мы же это и простраиваем, свои собственные личные границы и границы своей собственной семьи, что-то уже немаловажно, да? Безусловно, да, это границы, почему-то, говорю, вот в наших государствах даже, да, границы очень хорошо охраняются, и это, собственно говоря, считается каким-то, ну, нарушением, да, серьёзным нарушением, вторжением. И в домах у нас есть двери, мы закрываем их на ключ, мы понимаем, что это наша территория, наша граница, и если туда проникает кто-то чужой, посторонний, ну, это по меньшей мере уголовное преступление, да, считается в какой-то степени. То есть я этого человека выдворяю за дверь, допустим, вызываю полицию, пишу заявление. И то же самое многие считают, вот, проникновение какой-то посторонней женщины, постороннего мужчины в семейные отношения, там свой микроклимат, своя среда, свои какие-то процессы идут, и вторжение, это прям вот такое вероломное вторжение, да, на личную территорию, и об этом тоже нужно говорить. Точно так же надо девочке об этом говорить, что-то для мальчиков, да, в культуре ведь говорится, что это нормально для мужчины, а женщине не объясняют её права, её границы, те же её личные, её семейные границы. И это такой вот серьёзный момент. Хорошо. Сейчас кто-то возмущается по поводу того, что мы делим, там, например, психология женщины, психология мужчины, но, тем не менее, всё чаще в литературе встречается, что даже измены, мужские и женские, они отличаются. В чём их отличие? Измен бывают разные, ну, на самом деле, существует классификация измен, это мужские и женские, действительно, есть измены сексуальные, да, есть измены психологические и какие-то по характеру разовые эпизоды, это могут быть измены, которые связаны с постоянным флиртом, но без перехода, такой хронический флирт, без перехода в сексуальные контакты, да, это могут быть частые половые отношения с разными партнёршами, и это могут быть... Или партнёрами. Партнёрами, да. Или это история, такая продолжительная, долговременная связь на стороне с одной партнёршей. Это когда мы видим, например, что у человека появляются там две семьи, три семьи и так далее. Да. И мужская и женская измены, они все, конечно, имеются и отличия, женская измена считается гораздо опаснее для отношений, потому что мужчина, как правило, идёт за сексуальными отношениями, женщина идёт за эмоциями, за новой привязанностью, за новой любовью. И если уж переживать, как правило, у нас женщины переживают, да, ей предписывают там, допустим, какие-то рекомендации, советы, там, сходить к стилисту, визажисту, косметологу, заняться собой, личной жизнью. Это когда муж изменяет? Да, муж изменяет, и женщине дают вот такие хорошие рецепты, да, окружения. Ну, хорошие, наверное, в кавычках, да? В кавычках, конечно, да. Да, вот, и женщина в этом плане очень переживает, но если на самом деле переживать-то должен мужчина сильнее, если вдруг с женщиной случается такая история, то это бывает очень серьёзные последствия. Мужчины редко уходят из семей, по статистике, достаточно небольшой процент, даже тех, кто ушёл, они, как правило, очень быстро возвращаются, и даже если не в первый год, то через 3-5 лет они уже больше половины возвращаются обратно, и даже через 10-15 и 20 лет случаются. А женщина, если уходит из семьи, то она бывает, что навсегда. Чаще всего навсегда. Чаще всего, да. Хорошо. Это вот такая классификация, да? А что же мы с вами, опять-таки ещё про мужчин и женщин немного поговорим. Если мужчина изменяет, и вы говорите, что он возвращается, то получается, что женщина, которая принимает его обратно, это что? Это про любовь или это про низкую самооценку, или это про, опять-таки, неумение держать свои собственные границы? Это всё очень индивидуально на самом деле, потому что у нас женщины и какую-то берут на себя большую ответственность, чувство долга какого-то перед семьёй, перед детьми, и возвращение мужчины. Это может быть, конечно, про любовь. Но там, смотря как они договариваются между собой, что и как в этой паре происходит. Бывает, знаете, мужчина придёт покаяться, скажет, я совершил ошибку, и женщина его простит. И у нас, наверное, да, и низкая самооценка женщины, какое-то её, вот знаете, чувство, ей хочется чувствовать себя нужной, желанной, необходимой, чувствовать свою привлекательность, что она действительно привлекательна и в сексуальном плане, да, идут на такие шаги, возвращают мужчину в семью. Но, опять же, тоже это вот такие наши установки культурные, да, где-то так её воспитывали, что нагуляться сам всё равно придёт, да, у меня там гулял, опять же, вот это всё окружение начинает ей говорить. И совершенно-таки женщину, скажем так, вот в это состояние жертвы её держат, да, и её подчёркивают её неокенность, то есть она ещё должна стараться, знаете, иногда ещё говорят там женщине, что ты должна стараться ещё, чтобы не подавать виду, никому не говорить, не рассказывать. И она действительно переживает это порой сама с собой наедине, потому что у женщины ещё и эмоциональный фон меняется постоянно, то есть она может и согласиться с какими-то версиями, теориями, да, на этот счёт, а потом у неё вдруг пришла домой, подумала, порассуждала, поразмышляла, у неё совершенно настроение поменялось в другую сторону, и она может принять уже другое противоположное решение, и вот эти вот постоянно качели туда-сюда, да, то есть вот эти вот эмоциональные переживания, они несут за собой разные решения после этого, то есть сегодня она его может принять, завтра она начинает переживать, зачем она это сделала, вот, и вот эти моменты тоже... Очень болезненные, да? Болезненные, да, всегда. А мужская измена, например, бывает, опять же, у мужчины тоже может быть, ну, как одна из причин, мы уже говорили, это культура, да, нам среда говорит об этом, низкая самооценка и неуверенность мужчины, да, он таким образом доказывает свою, опять же, нужность, необходимость, свою мужественность таким образом, другого способа он, например, пока не нашёл, подчеркнуть, показать себя, что я мужчина действительно, вот. Есть причина мужских, почему мужчина изменяет, например, положено по статусу, да, и какие-то... Неужели такие тоже есть причины? Да, такие вполне и почему-то так это считаются, но они серьёзно какие-то... Ну да, описываются в литературе. Описываются и не в литературе, и в жизни мы можем видеть каких-то, вот, знаете, крупных политиков, да, деятелей у нас, искусства, культуры, ну, шоу-бизнеса, мы все эти видим моменты и положено по статусу. Как правило, это всегда носит такой широкий резонанс, да, в обществе. Я всегда думала, что положено по статусу, например, быть женатым. Положено по статусу. Да, быть женатым и иметь любовницу, а ещё и на постоянной основе, да, вот сейчас такие тоже распространены истории, когда ищут любовницу на постоянной основе, да, для серьёзных отношений. Да, ну, и вот смотрите, даже всё больше стало вот действительно таких программ, которые прямо, да, сейчас они набирают огромное количество женщин, там, да, что мы научим вас, как увести из семьи хорошего мужчину. С чем это связано? С тем, что очень много одиноких женщин, с тем, что мужчин всё меньше, а женщин всё больше? Ну, опять же, тоже мы понимаем, для кого-то установки в обществе, опять же, что у нас мужчин меньше по статистике, на самом деле, мужчин по статистике не меньше, их рождается больше, ну, где-то для каких-то стран действительно есть такой момент, до 30 лет, ну, в нашей стране, в частности, да, количество мужчин ещё преобладает, и у нас есть выбор. И, с другой стороны, в нашей стране ведь до 30 лет мы, как правило, создаём семьи, да, уже успеваем создать семью, пока ещё, да, по старым каким-то идём, да, историям. Хотя в Европе, например, этот возраст после 40 только, да, люди приходят к такому решению, а, наконец-то, они готовы создать семью. Но есть большинство стран, 55 стран где-то, да, вот, где мужчин больше, да, и эти наши все границы, условности в наших головах. То есть, да, есть выбор, на самом деле, было бы желание, да, и мы не можем... Сейчас вот в наше время особенно ограничиваться тем какими-то рамками, допустим, нашего города, нашей страны. Силами города, да. Да, это, по меньшей мере, наверное, ну, в наших головах, да, всё в наших головах. Раздвигаем границы, да. Да, у себя, и мы понимаем, что... И ищем того единственного или ту единственную неповторимую, с которой будете счастливы. Найти можно всегда, да, было бы желание найти, можно всегда, и зацикливаться на том, кем-то движет страх, например, да, страх действительно одиночества какого-то. И мы готовы на любые, да, жертвы пойти, на любые условия соглашаться, лишь бы вот этот мужчина, либо эта женщина были со мной, да, и неважно какой, худенький домой, да, там ещё моменты какие-то разные бывают. То есть, опять же, да, низкая самооценка, незнание своих границ, незнание своей ценности, незнание своей какой-то вот уникальности, индивидуальности, что я вот действительно... Или болезненный, да, травматичный опыт прошлого, да, потому что часто бывает так, что, например, им, мужчине, каждый раз он входит в новые отношения, и ему почему-то изменяют женщины, или наоборот, женщине всё время изменяют мужчины, и это может длиться годами, да, и тогда человек себе задаёт вопрос, почему это происходит именно с ним, по какой причине, если он разбирается, если он делает определённые выводы, учится на этом, то уже можно построить здоровые, хорошие, крепкие отношения, используя даже тот опыт, который у вас уже был в прошлом, даже если он был травматичным. И прекрасно, если такие вопросы, наконец-то, возникают у человека, да, то есть повторяющаяся одна и та же повторяющаяся ситуация, и он вдруг приходит к выводу, что ему это надоело, и хочется с этим разобраться, ведь на самом деле вот травматичный опыт, он как раз-таки приводит к чему? Это падение доверия, да, падение доверия, перестаём доверять себе самому, в первую очередь, партнёру, миру, в принципе, в целом, и вот желательно, конечно, с этой темой разобраться раз и навсегда. И разбираться не на кухне, да, с подругами, да, идти к специалистам. Хорошо. У нас осталось всего 8 минут, и очень бы хотелось уделить внимание, что же можно и нужно делать, чтобы измены не были частью семейной жизни? Что необходимо? Работать со своей самооценкой, работать со своими границами, работать с темой доверия, да, честно ответить самому себе, да, то есть где я вру сам себе, да, в какой-то ситуации, что я, от чего я убегаю, от чего я закрываюсь, ступая на этот путь, да, почему... Что я ищу, если, да, если... Что я ищу для себя, да, свои какие-то вот состояния, то есть нужно понимать свои потребности, да, желательно их прояснять, понимать, и понимать, те ли это потребности я хочу закрыть, да, с помощью измены, или есть какой-то другой выход, решение для того, чтобы эта ситуация в моей жизни не случилась. Кроме того, очень важно, если всё-таки мы говорим про семейные отношения, не только про свои потребности хорошо знать и разбираться, ориентироваться в них, но и чётко понимать, что рядом с тобой есть другой человек, будь то женщина или мужчина, да, и у него тоже есть потребности. Да, безусловно, да, тут нужно чётко друг друга видеть, слышать, понимать, садиться за стол переговоров, да, проговаривать свои чувства, свои эмоции, свои желания, свои потребности, ведь часто мужчина, например, идёт в другие отношения, не чувствуя себя нужным, не чувствуя какой-то заботы, нежности, тепла, внимания, и вот далеко не всегда это секс, да. Бывают и другие компоненты, да, которых не хватает в семейной системе? Компоненты, причины, которых не хватает, и когда мы это проговариваем, когда мы делаем, ну, недавно была консультация, у меня была консультация, пришли, значит, клиенты и сказали о том, что мужчина говорил, да, на протяжении шести лет говорил, если мы с тобой спать не будем, там как раз родился ребёнок, да, и сразу мужчина оказался в другой комнате. Да, почему? Вот, и он говорил ей на протяжении шести лет, ты знаешь, вот если так произойдёт, если дальше так пойдёт, мы с тобой, собственно говоря, я пойду налево. И случилась история в этой семье, вот, другой вопрос, опять же, как мы это говорим, то есть если мужчина, ведь для женщины у неё, как она считывает эту информацию, да, ну ты пойдёшь, и она может сказать, ну и иди, да, как вариант, а с другой стороны, она очень сильно может на него обидеться, и опять же пропадает влечение к этому мужчине, вот, а мужчина продолжает, да, говорить и говорить, а женщина уже этого мужчину и не хочет, раз он так может себе спокойно сказать, заявить, он меня уже, в принципе, предупредил, да, и женщина закрывается. Ну вот здесь ещё история, наверное, про разные половые конституции, да, может быть и такое, потому что женщина просто уходящая в развитие, там, семьи с точки зрения, там, я же мать теперь, да, и забывая о том, что я же ещё и женщина, да, это вот как раз те самые... Мы часто говорим в программах, что есть определённые убийцы отношений, да, и если вы, например, зная об этом, что появление детей – это всегда кризис для отношений между мужчиной и женщиной, если вы что-то предпринимаете, да, для того, чтобы эти отношения развивались, да, чтобы они были живыми, настоящими, чувственными, то тогда и мужчине не надо будет жить в другой комнате и уходить в другие отношения. Конечно, вот, и много курсов ведь сейчас существует, допустим, по поводу... Литературы очень много. Литературы много, да, мы читаем, мы знаем, что мы можем что-то изменить, но, конечно, должно быть желание. Желание той и другой стороны. Если, допустим, даже желание есть у кого-то одного, а у второго партнёра этого нет, он считает, что и так всё хорошо, у нас всё в порядке, но это, опять же, такие иллюзии, да, мы закрываемся от чего-то, а вот у нас нет проблем, мы говорим, что их нет на самом деле, то, соответственно, мало чего можно поменять, да, одному человеку. Желательно, чтобы понимали, осознанно приходили к этому оба. Ирина, и, наверное, в завершении, что же должно присутствовать в семейных отношениях, такая формула, да, чтобы измен не было? Что там должно быть, кроме любви? Кроме любви, доверие, понимание, да, это чувство некий, это определённый партнёра. Мы должны, ну, опять же, вот говорим, да, говорим и разговариваем. То есть вот немой брак, это вот, имеется в виду немой, когда не слышим и не видим, да, он чаще всего и заканчивается изменами. Да, когда вот, например, даже вот случилась какая-то ситуация, женщина же, как правило, начинает замолкать, да, она уходит, не разговаривает, а партнёр за ней уходит, что я должен сделать, да, на какую кнопку нажать, чтобы вот ты сейчас поменяла своё отношение. А женщина, она бы и рада, наверное, знать о наличии существования этой кнопки, но у неё по-другому процессы происходят. И вот опять же важно проговорить, что сейчас я, например, на тебя обиделась, но мне надо время, да, вот даже просто вот сказать об этом бывает сложно и непросто, да, мне нужно время, обиделась я. Это порой к тебе-то уже и не имеет отношения, мне надо, это какие-то мои процессы идут внутренние, мне надо разобраться с этим. И когда мы об этом скажем, то можно даже, знаете, и размеяться в ответ тут же, да, и как-то вот сразу ситуация становится не такой напряжённой. Вот. И важно всегда говорить. Отлично, спасибо большое. Я хочу предупредить, что все клиентские истории, приведённые в нашей данной программе, озвучены с разрешения клиентов. Ну и сегодня мы говорили в программе «Практическая психология» об изменах и раскрывала эту тему Ирина Макина, психолог-сексолог. Ирина, большое спасибо, было очень интересно и увлекательно, но это была программа «Практическая психология». Мы всем вам желаем семейного счастья, крепкого здоровья, любви и радости. До встречи в эфире. И осознанной верности. Практическая психология